добрый вечер уважаемые телезрители программа открытый диалог по-прежнему с вами по-прежнему каждый день нас гостях интересные гости которые радеют за благосостояние города люберцы и за благоустройство впрочем наш гость который сегодня на эфире он радеет вообще за всю красивую жизнь города у нас гостях сергей николаевич черкашин заместитель председателя сайта депутатов города люберцы сергей николаевич добрый вечер добрый вечер за жизнь города люберцы я в душу не покривил ради эти конечно ради мы для этого на работе чтобы сделать люберцы более красивыми более зелеными более благоустроенными более благоустроенными сергей николаевич по традиции мы привыкли что в июле депутаты наши городские уходят в отпуск кто-то должен поехать может быть на рыбалку вас только кто-то еще куда-то по улицам если идешь смотришь один депутат прошел второй третий все они остаются почему-то в городе во всем это связано почему не отдыхается у вас официально сейчас каникулы ну честно говоря у нас было принято решение ну скажем ненормативный такой акт что с 1 июля по 15 августа мы официально объявляем каникулы чем-то связано с тем что вчера было у нас 7 число уже на каникулах на каникулах было заседание совет депутатов потому что даже до каникул мы не могли собраться сферу определенных причин потому что некоторые люди выпускают в командировках летний период он дает о себе знать а у нас 25 человек состав совета депутатов и собрание совета легитимно когда есть две трети это 17 человек и мы был балансируем на грани этих 17 человек у летний период времени было 17 вчера было 17 но да за неделю до этого мы не смогли собраться потому что некоторые люди просто самолет опоздал еще всего определенных причин поэтому это нормально мы уведомляем администрацию что никакие нормативные права акты в этот период депутатов рассматривать не будет сергей калач я как допустим обыкновенный житель гол города люберица задаюсь себе вопросом а чем обычно занимаются депутаты на своих заседаниях в сайте депутатов основная деятельность депутатской это нормотворчество это принятие положений и скажем так правил правил поведения правила распорядка которые применяются на всей территории города люберцы ну конечно они соответствуют федеральным законам непосредственно применимо к данной территории ну допустим могут депутаты принять такой законотворческо нормотворческий акт чтобы сделать платный проезд по октябрьскому проспекту один рубль в сутки вот это будет будет противоречить федеральному закону по октябрьскому проспекту мы вообще не можем ни о чем говорить потому что это областная трасса областного подчинения но за внутренней дороге немножко стыдно говорить потому что мы знаем почему мы стремимся к этому чтобы не делать ямочный ремонт потому что любой ямочный ремонт он привык повторному ямочному ремонту делать кусками асфальтовое покрытие скажем сегодня сделали одну улицу и про нее забыли на два-три года потому что асфальтовое покрытие должно лежать не менее трех лет то что происходит сейчас данный момент это латание дыр ну конечно необходим потому что если мы этим заниматься не будем то по городу вообще быть проехать нельзя после места к тому чтобы выйти на тот уровень который скажем у нас есть в городах ногинске это один из лучших одно из лучших предприятий ногинский автодор часто не занимаются ремонтом новой рязанки то они ездят я извиняюсь в старые рязанки то есть это быковское шоссе где-то в районе от поста гаи жилина сейчас меняет асфальтовое покрытие в сторону жуковского можно посмотреть какое качество асфальт они кладут у них специальная техника по переработке асфальта соответственно асфальт снимается полностью них на месте асфальтовый завод и кладется новое покрытие и дорога ну как мы видим она живет там два три года безупречном качестве можно говорить про любрица что у нас появятся такие же машины ближайшие там год два три который перерабатывает асфальт было бы проще наверное я думаю что нас был создан комбинат благоустройства сейчас техника покупается но один асфальтовый завод он стоит порядка нескольких миллионов долларов соответственно наш бюджет городской совокупный доход на нашего бюджета приблизительно 450 миллионов годовых 200 миллионов входит на благоустройство мы говорим про рубли не по не на доллары поэтому об этом рассуждать смешно может конечно взять эти муниципальные кредиты но это все безумие утопия собственно говоря у нас есть организация объединенный комбинат благоустройства куда сейчас пришел новый руководитель андреев алексей скажем новая кровь молодая она дает себе знать и если будет нормальный контроль за субподрядными организациями я думаю в этой сфере можно навести порядок на крайнем оперативном совещании у главы города отчитывались областные дорожные службы о том как у нас все хорошо как они убираются чуть ли не каждый день по сто раз по итогам когда начальник управления по работе территориями павел павел павлович краснорусский просто взял до фотографии на экране показал как на самом деле все происходит вот две большие разницы подряд организации областные организации и как люди все это видели бричанина картинки ну как показывает практика можно потратить очень много бумаги и очень красиво годится трибуны но людей не интересует почему у нас такие дороги их интересует что был для этого сделано в итоге получается что виноват какой-то дядя вася который не вышел на работу это просто смешно и есть такой пример когда мы едем по дороге и вот у нас там участок отрезок дороги там 50 метров который имеет колдовины выбоины вот этого участка стоит куча знаков кучи на беру потратили кучу денег вместо того чтобы взять и залатать этот кусок то же самое происходит на этом уровне но здесь бардак заключается немножко в другом то что это дороги областного подчинения хотя мы влияние как конечно имеем на них но по факту получается что работники мосавтодора приезжают ответственные товарищи отчитываясь перед руководством района в итоге просто мыльный пузырь надо работать по результату как мы видим техники нету и некоторые места потому что город все равно убирать надо убирается силами нашего акб который по идее не должен убирать который не должен убирать сергей николаевич если подвести итоги работы с это депутат в городе любятся какие-то важные решения были приняты в этом году который повлияет на жизнь города какие-то глобальные может быть серьезные глобальное решение это скажем выделение денег на благоустройство это в любом случае принятие бюджета основная задача депутатов это принятие бюджета да и принятие исполнение бюджета порядка 200 миллионов в этом году будет потрачено на благоустройство города сейчас вот как мы видим идет у нас установка детских спортивных площадках в некоторых округах объясню почему в некоторых потому что у нас 25 округов и скажем охватить весь город невозможно поэтому мы разбиваем на триллионы и года в этом году делаем девять округов депутатских то есть депутаты относятся к этому с пониманием а жители депутаты обещали а жители говорят вот вы нам обещали это мне конечно было неудобно перед жителями потому что у меня три года с момента избрания не было словом ни одной площадке я конечно мог потянуть на себя одеяло в связи с тем что я там заместитель председателя союз депутатов там руководитель фракции единая россия но уважая своих коллег я сказал давайте вот ребята у кого есть проблемные места потому что у меня худо-бедно есть площадки есть хорошая спортивная площадка на улице космонавтов вот три года мне не делось вообще ничего вот сейчас начались работы на 380 домах октябрьский проспект я думаю сейчас мы там доведем вот этот куст полностью до в мак сентября месяца уже будут закончены асфальтные работы по придомовым территориям произведем опиловку деревьев там уже вырисовывается такая приятная зона отдыха для детей молодых мам пойдем дальше округ очень большой серий николаевич каждый каждую встречу вспоминаем именно детские спортивные площадки что их нужно устанавливать нужно большой контроль вспоминались те подряд организации которые год полтора назад эти площадки делали спустя рукава сейчас ситуация под контролем уже можно как-то отслеживать качественно нас практически все площадки паспортизированы сейчас приводим в соответствие контроль за уборкой площадок этой этим же опять занимается комбинат благоустройства вот в последний период времени здесь приходом нового руководителя он человеку как мы поняли достаточно конкретный то есть он говорит это мы можем делать это не можем то что не можем рисками какие-то возможности субподрядной организации сейчас вот ситуация с этим налаживается и некоторые площадки у нас закреплены еще заживу я думаю тоже как бы неплохо потому что они скажем более-менее удовлетворительном состоянии здесь надо учесть считаю один аспект у нас очень сильно развит вандализм чисто учитывая ментальность нашего населения подрастающего поколения даже подростков там 12-13 лет играя в футбол они тут же пьют пиво там не знаю бьют бутылки и такое ощущение что они сегодня поиграли завтра им там уже будет неинтересно и если вот брать еще детские площадки очень много поступает жалоб от жителей пожилого возраста то есть если молодые мамы это все приветствует потому что ездили погулять с детьми песочек лазилки качельки то для бабушек это другая проблема потому что ночью приходит туда молодежь как они говорят всякие пьяни рвань которые сидят от 3-4 утра и орут бьют бутылки на следующий день это все а кб живо убирает и хотелось бы конечно отметить работу милиции потому что за этим можно повесить там знаки распитие спиртных напитков запрещено позднее время не шуметь нашими знаками людей успокоить нельзя то есть либо это административные какие-то меры ну либо вплоть до уголовных наказаний там что порой порой происходит и преступление на пьяной почве и хотелось бы конечно привлечь вот наряды милиции к тем местам в которых отдыхает молодежь сергей николаевич я был в одном городе в павловском под названием волгоград и там произошел небольшой инцидент связаны вот именно среди с ими с распитием напитков ночью молодежи и он запретил не знаю против и противоречит ли это федеральным законам запретил вообще продажу алкогольных напитков на территории этого микрорайона чуть ли не с 3 часов дня до 3 часов дня следующего дня возможно ли такое в городе либерца это возможно только на понимание тех руководителей предприятий торговли ну понимаете на это никто не пойдет потому что надо работать надо платить налоги надо платить заработную плату продажи спиртного это тоже скажем доход предпринимателя здесь только может работать федеральный закон либо региональный как в данном случае у нас есть у нас продажа спиртного запрещено после девяти часов вечера а в москве после десяти что как бы опять неправильно потому что вот такой казус законов жюле жюле бина граничит с люберцами стоит магазин в люберцах на границе жюле бина то есть девять часов не продажи прекратились весь поток покупателей перенаправился на сторону москвы я думаю что закон должен быть единым на всей территории российской федерации ну как у нас за границей участка этому госдуму стремится чтобы пиво приравнять к алкоголю с квасом конечно это перегиб это включение что какие-то компании просто лоббирует свои интересы там не будем их называть что не давать им рекламу все понимают об этом производящие суррогатные напитки похожий на квас у вас исконно русский напиток натурального брожения ешь не знать как там градусов алкоголя но никакого отношения никакого отношения к алкоголю я считаю он вообще просто не имеет возвращаясь к этому закону ну сейчас полная обструкция в плане того что за границей если в девять часов запрещена продажа алкоголя этот распорядок есть на территории всего государства ты в девять часов уже не купишь ни пива никакого тоника не алкоголя ничего у нас получается наоборот какой-то скажем неправильный дурдом то есть человек придя с работы в пятницу хочет зайти купить в магазин в этом водки виски чтобы отдохнуть в выходной день или вечером он уже этого сделать не может но молодежь молодежь может всю ночь покупать алкогольные эти коктейли дурманящие пиво а пивной алкоголизм мы знаем намного страшнее чем более крепкие напитки тот же продукт с этим законом что вот нельзя продавать алкогольные напитки рядом со школами закон был изменен если расстояние от школы более 150 метров то продавать можно если раньше мерился расстояние от периметра здания до периметра то сейчас говорят по тропинке от школы к магазину и в некоторых случаях получается такая ситуация что специально делают загородки школьникам чтобы они шли по лабиринту до школы а такая история была недавно в люберцах а это пример я который приводил по на планерке это с первой гимназии я думаю что прохранительные органы и органы прокуратуры обратят на это внимание потому что здесь нарушена просто права тех учеников которые там учатся я не пойму почему ученики идущие скажем от кинотеатра октябрь должны выходить на проезжую часть обходить остановку для того чтобы бизнесмены из магазина находящихся рядом делали извлекали какую-то прибыль это с одной стороны с другой стороны вот продукт этого закона в том что школьники не покупают ни водку не виски крепкие напитки они покупают но лицензии действует только на это ну пожалуйста беги через дорогу и покупай пиво коктейли и вот сейчас это внесла как раз фракция единая россия закон рассмотрения все алкогольные напитки будут приравнены к крепкому алкоголю на нем надо также получать лицензию ну думаю к вас не войдет в этот список я думаю что мы в принципе придем тому европейскому стандарту который есть во всех странах я вообще считаю что все законы которые уже были отработаны где-то за границей они отрабатывались не одним днем а десятками лет надо приписывать ментальность нашего народа перекладывают с переводом на русский язык и не надо запретать велосипед а у нас получается как по капле вот мы дозируем дозируем вот вели да люди привыкли к тому что девять часов нельзя алкоголь давайте попробуем пиво запретить должен кардинальной мере жесткий закон но опять же опять же вот говоря об алкоголе запрещая его с одной стороны мы вводим в тень некоторые магазины то есть начинается алкоголь продаваться из-под полы в частном секторе в деревнях это повальная история потому что сама лицензия стоит достаточно больших денег чтобы получить лицензию там надо собрать вот такой кучу документов и этого сделать маленьком деревенском магазинах просто нереально но штраф за торговлю алкоголем очень большой для предприятий поэтому проще какая-то бабушка в деревне покупать где-то лево алкоголь или там спирт разводят в деревне без этого тракториста так там не заводится мы об этом знаем чего греха таять поэтому есть перекусы в этом плане сергей клач если у вас еще нарекания в сторону предприятия потопительского рынка города любится может где-то что-то не так порой нет нареканий то есть конечно это все касается незаконной торговли которые непонятно кем патронируется или там русскими языком говоря крышуется потому что когда у нас происходит продажа откровенной порнографии и мы это наблюдаем стоит 9 диски запрещена продажа несколько раз мы выезжали по вам даже с телевидением составе там объединенной комиссии ловили продавцы разбегаются никого нет вопрос такой куда стоит проходит на органы либо вот это действие и бездействие это не я придумал это сказал наш президент некоторые отдельные сотрудники правоохранительных органов превращают свою службу определенный вид бизнеса и на самом деле мы с этим будем бороться сейчас на последнем заседании совета депутатов у нас был утвержден должности новый председатель комиссии по предпринимательство в сфере услуг и связи это вячеслав калинин который больше всех борется с контрафактной продукцией ну вот его усилиями нашими совместными что-то происходит потому что у нас нету некоторые чиновники закрывают глаза не хотят на это обращать внимание потом есть много фактов незаконной установки не стационарной торговли касаемо тонаров ларьков они растут как грибы это не согласовывается с депутатами от тех избирательных округов где ставится хотя у нас это в положении прописано и я думаю что начав работу это комиссия после депутатских каникул с новыми силами напомнит некоторым чиновникам из администрации что председательный орган власти контрольные ревизионы мы за действиями чиновников должны пристально следить в плане легальности выдачи разрешения есть определенный порядок который утвержден положениями совета депутатов но к сожалению он не выполняется я считаю что данный рабочий орган рабочий орган совета депутатов даст свои плоды я думаю что в ближайшее время по итогам работы скажем за сентябрь месяц мы уже сможем какой-то отчет дать пригласите нового председателя комиссии вам расскажу какие-то вещи которые происходят в городе 7 галыч ну сейчас вы уходите на каникулы возвращайтесь сентябре что-то новое будет вашей работе может какие-то новое веяние веяние может быть электронный прием избирателей может быть еще что-то придумаете или уже придумано мне хотелось бы там жаловаться на коллег это даже не тушу жалобы это понимаю пожелание избирателей многие избиратели не могут найти своих депутатов непонятно всего каких причин всего того что они не знаю где принимают многие жалуются что по тем заявленным адресам где указан прием прием не ведется поэтому будет принято решение на фракции день россии потому что каждый депутат один раз в неделю принимает в здание администрации нужно приглашать телевидение чтобы это были какие-то показательные приемы чтобы ни один избиратель не мог сказать что вот вот этот депутат прием не ведет это будет в обязательном порядке я думаю в обязательном порядке по крайней мере для членов фракции день россии потому что решение фракции они должны всегда выполняться 24 депутата нет не 24 нас 22 депутата сергей николаевич спасибо что в гости к нам пришли я думаю что каникулы для вас пройдут плодотворного наберетесь сил чтобы наш город опять как сегодня начали программу говорил был более 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 благоустроенным хорошим красивым чтобы по ночам на детских площадках только птички пели будем стараться работать на благо жителей нашего города и хотелось бы напомнить что депутат не только принимают какие-то положения ну функция представительного органа власти контрольно надзорный орган за работой администрации принятие бюджета это одно а главное это контроль за исполнением и расходным бюджетных средств администрации я думаю что вот этим мы займемся теперь вплотную уважаемые телезрители это была программа открытый диалог в гостях у нас был сергей николаевич черкашин заместитель председателя сайта депутатов города люберцы всего доброго до свидания